друзья мои всем привет всем огромный привет ну что ж у нас с вами сегодня очередной обзор на канал ольга уралочка лайф мои хорошие напоминаю вам о том что у меня появился новый обзорный канал который называется галинка малинка 2 обзоры ссылочку на него я обязательно закреплю в комментариях но вы конечно же не забывайте переходить и подписываться ребят огромное вам спасибо за ваши хорошие приятные комментарии за то что вы тоже по мне соскучились за ваши лайки за ваши подписки и просто за хорошее настроение столько было смешных комментариев даже да в общем для себя их заскринила было над чем посмеяться ну что же мы с вами продолжаем обозревать уралочку сейчас мы с вами будем говорить про ее сегодняшний ролик но сразу же вам скажу поскольку ролик у нее был достаточно длинный да и там как говорится есть где разгуляться я этот ролик поделила на две части то есть вторую часть марлезонского балета я обязательно озвучу в следующем ролике ну что ж как говорится мои хорошие приступаем уралочка ну как всегда поздоровалась со зрителем и говорит здравствуйте у нас сегодня воскресенье уралочка мы за тебя рад у тебя как всегда как говорится черти что и сбоку бантик но уралочка все это дело подводит к тому что она говорит вот я люблю чтобы у меня всего было с избытком не люблю говорит напрягаться по поводу того что не любит напрягаться я согласна это уж действительно запилит один видос какой-нибудь разделит его на 10 частей и будет всю оставшуюся ли неделю лежать поливать в потолок поедать плюшки запивать разными напитками как говорится голова не болит у нее да ну а затем ребят началось все самое интересное в этом ролике когда я его смотрела вот эту часть ее ролика я ржала просто началась у нее примерка фартуков ребят я честно смеялась когда она натягивала на себя фартук один потом другой и ай да началось все самое интересное натянет на себя фартук вот так вот везде знаете вот вся из себя из кожи вон лезет наглаживает все свои вот эти выпуклости которые у нее имеются да но я так понимаю сарафан все-таки получил люлей от уралочки получил друзья мои теперь не только руку ей подает на эскалаторе да но и заигрывает с уралочкой пока та примеряет наряды и обновки на кухне естественно так скажем не отходя от кассы делаем все тут же на том же месте в тот же час обычно ребят ну как обычно происходит да вот уралкина любая примерка и что при этом как говорится действия сарафана обычно он молчит как му-му да молчит за кадром или когда она уже уже ему раз 10 скажет ну как ну как тебе ну хорошая чертовка ну как ну как да когда уже правда вот несколько раз ему скажет он в ответ что-то там такое не членораздельное промычит а тут ребят она на себе вот этот вот фартук один за другим наглаживает напевая песню париж париж а он хихикает весело подыгрывает своей чертовки а чертовка то ребят разошлась не на шутку нацепила следующий фартук с бантиком и начала причитать ребят это что-то с чем-то она видимо опять забыла сколько ей лет от роду представила себя девочкой припевочкой лет так скажем пить пяти и началось ой бантик ой говорит мне так жалко этот фартук надевать ой и наглаживает себя ребят намек сарафану на толстые обстоятельства на так скажем продолжение банкета ночью и спрашивает у сарафана стоит вся из себя крутится знаете перекрутилась уже да вся уже из кожи вон вылезла играет ну как ну как говорит хорошая да бантики говорит кружева стразы не знаю чем думала в этот момент уралочка но явно не о готовке не о мантах да нет они о пельменях не о колдунах друзья мои ни о чем таком она конечно же не думала все ее мысли были явно в другом направлении вы знаете когда она а вот нацепила вот этот вот фартук да и призывно посмотрела на сарафана сказала ну тис отведайте фрутис ребят я в этот момент чуть от смеха не упала вам честно говорю да знаете я думаю что а вот не каждый выдержит такой натиск такого немаленького фрутиса уралочка я так понимаю что вот как раз таки под рекламным вот этим вот лозунгом да было что-то другое вот эти твои заигрывания с сарафаном со стороны смотрелись примерно так там был то следующий подтекст возьми меня всю я вся горю я вся твоя вот это вот знаете нутис отведайте фрутис это было просто нечто я уже тут ржала просто наповал на месте кстати сарафана я бы так не хотала да он там гоготал за кадром ему видимо тоже стало смешно ребят он как всегда просто не догоняет и ничегошеньки не понимает а я вот просто знаете что я просто представила себе у к следующую картину уралочка решила таки устроить друзья мои своему любимому мужу ночь любви и соблазнить его своего любимого муженька ну а чего бы и нет знаете затащить его в койку натянуть на себя труселя которые она прикупила в екатеринбурге да сверху натянуть на себя вот этот фартук в бантиках в стразиках и как вышла к сарафану со словами стала вот так вот руки в боки и со словами нутис отведайте-ка мой фрутис представляете я думаю него от счастья точно крышу снесет это будет что-то с чем-то это будет просто нечто уралочка кстати вот следуй моим советам возможно что-то да и получится как говорится уверена тебе этого точно не хватает сегодня друзья мои наша уралочка готовит что-то такое значит они там не определились кто-то пишет колдуны кто-то пишет манты значит кто-то еще там что-то пишет в общем да все это дело будет с квашеной капустой и с фаршем но опять же такое знаете на любителя я бы сказал я бы такую есть не стала да но сколько людей сколько столько да на вкус и цвет как известно товарищей нет здесь принципе как говорится у меня в этом плане претензий нет да им нравится как говорится и ладно но тут же уралочка озвучила что обдугани квашеную капусту вот эту есть не любит не хочет и она говорит ну что я ему тогда сделаю значит отдельно просто с фаршем уралочка ты знаешь обдугани у тебя стал таким гурманом но мы уже устали просто слушать вот эти вот сказки про то какой обдугани вы знаете привередливый в еде уралочка ты бы так с ним не носилась как списанной торбой благодарность тебе точно никакой не будет стоит посмотреть на его папашу на то как обдугани уже сейчас тебя игнорирует по полной программе готовь ему его лепешки или покупай лепешки лук морковь и как говорится с него будет все и так хорошо ну ребят ну согласитесь ну правда уже вот это вот знаете смотришь со стороны думаешь боже ты мой насколько можно про это говорить да вот одно и то же обдугани это не будет обдугани это не будет обдугани это не будет там дома в кишлаке ели все подряд да ничего не было и мясо не было ели все подряд все что не приколочено все что давали то ели здесь такие привередливые стали это что-то с чем-то это еще там перед ними заискивает скачет перед ними как казаде резачок чему непонятно хочется есть сказать уралочка думайте уже больше о себе на самом деле сколько уже можно скакать вокруг них далее 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 что уралочка учит сарафана что надо говорить говорит конечно надо говорит правильно говорит слова уралочка молодец получи его ты его тоже научишь как говорится на свою голову чья бы мычала твоя бы точно молчала там никто вашей семье правильно не говорит и говорить никогда не будет ну и сарафан ребят своем репертуаре вместо того чтобы что-то помочь там где-то уралочки на кухне до почистить тот же лук по что-нибудь еще сделать он лезет только со своими советами которых уралочка абсолютно даже не спрашивать во первых ребят вы знаете а вот честно опять огромное количество специй и перца они нафигачили фарш то есть она там знаете папа бросала до специи а он говорит давай еще давай еще куда так мало мне хочется им напомнить что у вас вообще-то еще пацан которому нет 11 лет как бы детям нежелательно острые блюда детям нежелательно огромное количество жирного потому что вы можете им с раннего детства испортить желудки и потом придется лечить эти желудки всю оставшуюся жизнь я так понимаю сарафан думает исключительно о своих вкусовых пристрастиях и его мало волнует что будет это есть его сын или не будет это есть его сын да понятное дело что они сделали опять же как она сказала вот мы сделали отдельно фарш значит начинку для абдугани отдельно начинку мы сделали для себя ребят но мы же прекрасно с вами видим когда они готовят блюда которые они не делят да то есть которые едят абсолютно все то есть и они с мужем и абдугани они точно также сыпят огромное количество специи огромное количество вот этого вот перца, не думая о том, что есть еще и ребенок. Вот насколько все-таки люди привыкли жить без детей, да, привыкли, что, ну, вот, жить для себя. Нет, это хорошо, это неплохо, да, жить для себя, почему бы и нет, как говорится, это замечательно, но, опять же, если вы притащили сюда этого ребенка, значит, вы как-то должны подстраиваться в том числе и под его какие-то вкусовые пристрастия, да, и уж каждый себе самостоятельно, если не хватит перца, да, может в тарелке отдельно доперчить, досолить. Другое дело, когда уже будет такое острое, что уж, извините, и в рот не взять, да, это уже тоже другие моменты. Это раз. Это вот что касается перца. Ребят, ну, а потом, когда, вы знаете, Сарафан сказал о том, что у нас дома на манты ничего не жалеет. Знаете, мне здесь стало смешно и захотелось дополнить, продолжить его фразу. У вас дома и правда на манты ничего не жалеют, кроме мяса. Да. Помним, помним прекрасно, Сарафан, как у вас готовили мясо с гулькино, с мяса практически не было, а Сарафан все это дело оправдывал и говорил, не надо, не надо, здесь такое блюдо, которое не надо много мяса, но здесь уралки в любое блюдо он требует много мяса. Дай больше мяса, что столько положила, а еще мясо, а где мясо? А что это такое, ребят, с ними происходит? Бедные несчастные нажраться у уралки никак не могут. Бедная уралочка готовить ей теперь до посинения. И, конечно же, ребят, ее никто абсолютно не поддерживает, да? О какой любви, о каком уважении, о каком вообще, о какой заботе может идти речь? Ведь он прекрасно знает, что ей нельзя все это есть, да? Помните, как он разыгрывал до поездки в этот, к себе в аул? Помните, как он разыгрывал из себя хорошего мужа, когда они стали клянчить деньги на бинты, да, рассказывать, как она болеет, вот на таблеточки, дайте нам не хватает, мы сейчас в такой плачевной ситуации, финансовый кризис, да, вот такая вот у нас ситуация непростая, начали разыгрывать, что, типа, она вот села на диету, она старается, она туда-сюда, да, Сарафан тоже рассказывал, как он ей запрещает в магазинах смотреть даже на отделы с колбасными изделиями, ребят, куда все делось? Все, 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 масочка слетела быстро, Уралочка как только произнесла, кстати, даже не подумав о том, что она дала ему, знаете, такой некий карт-бланш, да, она произнесла фразу, сказав о том, что это все мое, ему достанется только после, ну, все помним, прекрасное продолжение этой фразы, даже не хочу об этом говорить, да, потому что я желаю Уралочке, как и всем людям, здоровья и долгих лет жизни, да, я же не буду уподобляться ей и кричать то, что она кричала нам с вами, но дело не в этом, а теперь я смотрю, что он требует у нее больше жирного, больше жареного, а она, знаете, ребят, как вот этот вот пищевой наркоман и рада стараться, только она не понимает, что он вот этой едой убивает в первую очередь свое собственное здоровье, это на самом деле ужасно, а этот человек, ему до Уралочки нет абсолютно никакого дела, ну, в общем, ребят, что говорит, начали они там заспорили, она говорит, что это колдуны, он ей сказал, что у нас все, что на пару, это манты, сарафан, но это определенно не может быть так, да, потому что могут быть разные абсолютно блюда на пару, да, и может быть просто мясо, на пару могут быть овощи, на пару могут быть там другие какие-то блюда на пару, да, то есть, ладно, ребят, тут даже спорить не буду, как, пусть каждый называет, как ему удобно, как говорится, но что интересно, сегодня фарш Уралочка месила руками, не толкушкой, а руками, и говорила, ой, да какой вкуснющий, говорит, да какой фарш вкуснющий, говорит, у меня аж слюни текут, я просто представила текущие слюни над вот этим тазиком с фаршем, как говорится, до приятного вам аппетита, друзья мои, да, ну, это Уралочка примерно так сделала, раз 10, ребят, нам повторила, а, значит, вот этих гастрономических пристрастиях об дугани, да, все вот это рассказала нам, потом вот, когда она начала остатки этого фарша, который наш руками вымешивала фарш, и потом вот у нее немножко на руке осталось, да, нет бы просто взять, включить горячую воду и руки помыть от этого фарша, да, так она взяла вот эти остатки, которые у нее были на ее руках, да, которые, у нее же проблемные руки, потому что там кожные заболевания, и она вот эти вот остатки фарша прямо вытерла об стенку вот этого тазика, вот этой миски, ребят, меня чуть не стошнило опять, ну как так можно? Скажите мне, пожалуйста, ну как так можно, да, мало того, что это вообще, ну, некрасиво, негигиенично, да, это вообще ужасно выглядит со стороны, во-вторых, у тебя кожные заболевания, у тебя руки все в болячках, ты что, совсем ненормальная? У тебя там без конца кожа шелушится, и с одной и с другой стороны, это ж вообще ненормально, ты что делаешь-то? Ну там эти несчастные несколько грамм этого фарша, они что, сыграют какую-то роль? Насколько можно быть глупыми и жадными, ребят, ну в конце концов, вот знаете, так хочется сказать, никогда точно не нажретесь, вот точно, это ужас какой-то, выглядело это зрелище просто отвратительно. И опять Уралочка вспоминает, есть чем гордиться, друзья мои, говорит, вот у нас запас продуктов в морозилке есть. Уралочка, мы очень довольны, очень счастливы за тебя, что у тебя запас продуктов в морозилке есть, полуфабрикатов, да, мне просто интересно, а чего ж тогда, когда якобы ваш Абдугани приходит в начале пятого со школы, да, как ты говоришь, он пришел со школы, а у нас молоко не валялся, Уралочка только тогда бросается варить какой-нибудь эдакий незамысловатый обычный суп из сарделек, ну согласитесь, да, вот и вытаскивай на такие случаи как раз таки то, что у тебя там есть, то, что ты там готовила, пельмени или еще что-то, но видимо, да, как-то, то ли история неправдивая, да, то ли это неправда, то ли еще что-то, короче, там сам черт ногу сломит. Далее. Сарафан, ребят, честно, вот я серьезно скажу, сегодня достал не только меня, но уже и достал Уралочку. Наверное, еще бы чуть-чуть, и он бы схлопотал от Уралочки по хребтине вот этой скалкой, которой она как раз таки раскатывала тесто. Стал ее учить, что надо, такое им знудило, такое зануда, господи. Вы понимаете, вот обычно, когда такие нудные мужики, да, вот говорят хуже баб, вот есть такая хорошая фраза в простонародье, хуже баб. Это имеется в виду, когда мужик хуже базарной бабы. Вот хуже, знаете, вот такой нудный, занудный, нудила, да, от нехер делать. Вот уж извините, но вот я сказала в точку, от нечего делать. Когда обычно мужики начинают касаться бабских кастрюль, вот этого всего готовки, лезут, да, не помогают, не делают за женщин, а лезут со своими вот этими глупостями, да, туда докопаются, да, там докопаются, здесь, это говорит о том, что от нефиг делать, им нечем заняться. Они нигде не работают, кстати, про работу на удаленке будет отдельное видео, как я вам сказала. Они нигде не работают, они ничего не делают, они слоняются без дела целыми днями, 24 на 7, и так изо дня в день, неделя в неделю, месяц за месяцем, год за годом. Поэтому они уже и ведут себя как бабки, как склочники. Вот правильно там кто-то написал, у них на канале, краем глаза, я не читала комментарии, один просто комментарий мне попался, пока я их ролик смотрела, что, мол, не надо, что это за мужик? Разве ж мужик будет сидеть среди кастрюль на кухне и вот эти вот бабские разговоры слушают? Да, конечно, нет. Да, конечно, нет. Естественно, не будет. Это вообще неинтересно. У нормального мужчины, да, даже если у него бизнес поставлен на поток, есть какое-то собственное дело, да, всегда есть какие-то хобби, есть какие-то увлечения, да, кто-то машинами, кто-то там рыбалкой, кто-то еще чем-то. У этого нет ничего, обратите внимание. Ему только пожрать и вот посидеть, обсудить, кости перемыть с другим женщинам. Все, на больше этот чувак не способен абсолютно. Так вот, ребят, честно, я думала, что нам все-таки треснет этой скалкой по хребтине. Я очень этого момента ждала. Вы знаете, вот, судя по ней, мне кажется, Оля Уралочка сегодня очень сильно сдерживалась, чтобы все-таки ему не высказать свое конкретное такое фи, да. Он стал ее учить, что вот тесто должно быть тоньше, ребят, даже если оно должно быть тоньше. Одна хозяйка делает так, другая хозяйка делает так, да. Я стараюсь вообще вот эти моменты обходить стороной. Это как, знаете, сколько рецептов борща. Да вот сколько хозяек, столько рецептов борща и существует. Я вам просто привела пример, понимаете. Поэтому я стараюсь вот в эти, как говорится, дебри не лезть, потому что у каждого, опять же, здесь своя правда. Но дело не в этом. Дело не в том, что вот он ей говорит, делай тесто тоньше. И знаете, вот прям таким каким-то злым голосом вот это все ей выговаривает, да. На что Уралка правильно сказала. Я здесь целиком и полностью поддерживаю ее. Она сказала, ты сейчас типа договоришься, что будешь сам раскатывать это тесто. А то только, говорит, я смотрю, способен, мол, замечание делать и есть. Да, говорит. Потом она в конце попыталась смягчить ситуацию, но она сказала абсолютно правильно. Правильно, Уралочка. Ты все абсолютно правильно сказала. Он только способен делать тебе замечание, выставлять тебя в невыгодном свете. Причем делать замечание не один на один, как это сделает близкий человек, который тебя любит и заботится о тебе, да. А он специально ее при всей аудитории всегда пытается опустить. О чем это говорит? Конечно, не о любви. Конечно, не о заботе, естественно, друзья мои, да. На что он способен? Только ей там вставлять палки в колеса и трескать. Больше ни на что. Вот знаете, ребят, я вот думаю, как он еще не устал. Вот не устал вести себя хуже баб, да. Вообще, конечно, на самом деле, вот этот чувак, это просто неблагодарное хамло, да. Свою мать вспомнить, ой, всегда так нахваливала, у нее там плов в жиру, в масле плавает. Ужасное зрелище было. Вау, золотые руки у мамы, да. Мама там что-то наделает непонятно чего, там мясо с гульки нос. У мамы золотые руки. Сколько для него делает Уралочка? Сколько готовит, да, даже вот так вот, если взять, постоянно, да, постоянно все у нее для него приготовлено, ребят, даже спасибо никогда не скажет. И здесь просто абстрагируйтесь от личности Уралочки, да, от того, что у вас есть к ней негатив. Просто представьте себе на месте Уралочки себя или какую-то своего, какого-то близкого, да, допустим, друга или свою сестру, да. Вам же было бы, наверное, неприятно, если бы к вам точно так же бы относился ваш мужчина. Это ужасно, ребят. На самом деле это ужасно. Понятное дело, она сама ко всему к этому привела, да. Она ему позволила так к себе относиться, это понятно. Но на самом деле, насколько он просто неблагодарное, невоспитанное хамло, это какой-то кошмар. Ребят, знаете, вот спасибо никогда не скажет. Ей надо себя нахваливать. Помните, я всегда говорю, она себя хвалит, потому что ей хочется услышать в ответ, да, что вот он, он ей даже спасибо не скажет. Он никогда, она говорит, приятного аппетита, эти два лба здоровых садятся и начинают есть, да, даже не скажут спасибо. Это вообще, это какой-то кошмар. Уралка, у меня к тебе вопрос на засыпку. Неужели это тот мужик, которого ты заслужила на старости лет? Нет, я не говорю, что у тебя уже старости лет, нет, конечно. Но все-таки тебе будет 53, уже есть о чем задуматься, да. Уже нужно искать того человека, с которым будет не страшно встретить, как говорится, старость, да. Если твой первый муж был достойный человек, то это точно недостойный человек. Неужели тебе достаточно вот такого хамла, который тебе даже элементарное слово спасибо никогда не скажет, человек, который тебя никогда не похвалит, он молчит за кадром, он видит, что она старается, да, но он всегда молчит. То есть матери так своей он 225 раз скажет спасибо, а здесь не надо, а здесь вот, знаете, вот такое вот неблагодарное нечто. Ну, а на что Уралочка ему и говорит, она говорит, так ты возьми, говорит, одной рукой-то сделай, там, говорит, помоги мне, а он ей, так мне надо камеру держать двумя руками, а то говорят, что у нас камера трясется, а на стабилизатор, мол, типа для такой камеры надо 40-50 тысяч рублей. Сарафан, ты что, тонкий намек на толстые обстоятельства, скидывайтесь денежками на стабилизатор, да, вот на это устройство, я просто в шоке. Ребята, вы представляете, да? То, значит, на коптер ему надо, то еще на что-то надо, ничего. Вот где деньги на машину нашли, там найдете и на то, что вам надо, правильно? Где сыну на айфон нашли, там тоже найдете, поэтому, как говорится, работайте, солнце еще высоко. Ребят, я в шоке, я вот так вот со стороны посмотрела, честно, противно на него смотреть. Вот Уралочка, конечно, не подарок, естественно, особенно после всего ее отношения к близким людям, да, после того, что она нам желала, да. Но то, что вот это, вот это нечто, это какой-то кошмар. И там, кстати, люди писали ему в комментариях, что учитесь ее благодарить, некрасиво со стороны смотрятся, она для вас и для вашего сына, который ей чужой чувак, да, старается, а вы даже ей спасибо не скажете, на что в комментариях там было написано. Ничего, поверьте мне, придет время, он ее так отблагодарит, что она не унесет, и я согласна. Ребят, вот такой у меня получился обзор, пишите, что вы думаете по этому поводу, оставляйте свои комментарии. Ну что ж, всех целую и обнимаю, всем желаю всего самого наилучшего, берегите себя, своих родных и близких, здоровья, здоровья, еще раз здоровья. Ну и, конечно же, всем тем, кто подписывается на канал, всем, кто ставит лайки, всем, кто пишет хорошие, адекватные комментарии, всем огромное спасибо, всех целую, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok